Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 55 миллионов рублей. Его можно видеть здесь на канале еженедельно. Продолжаю регулярные аналитические выпуски по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации. Рассмотрю сегодня новости различные фондовые рынки США, России, Китая. Основные определяющие события – статистика и тенденции. Коротко о главном. Сегодня перед началом обращу ваше пристальное внимание на то, что, похоже, дело идет к закрытию Ютуба. Вы сами можете прочитать, что на эту тему пишут в интернете. Там даже примерные сроки уже называют, и это далеко не в будущем. В общем, подписывайтесь в Телеграм, на мой канал, там мы хотя бы не потеряемся. Там продолжим выкладывать видео. Поехали. Начинаю с американцев. Все-таки это основной фондовый рынок на планете. Про российский тоже, конечно, расскажу, и даже подробнее, чем про американцев, но сейчас про них. Смотрим индекс S&P 500. Индекс очень нехило вырос за сравнительно небольшой период времени, но в последнее время рынок таки демонстрирует слабость. Возможно, это просто небольшая коррекция к недавнему росту, возможно, начало серьезного пути вниз. Вот. Пути вниз может поспособствовать продолжение роста ставки и снижение ликвидности в финансовой системе через уменьшение объемов баланса ФРС. Дополнительно этому способствует сейчас речь некоторых представителей комитета по открытым рынкам. Сам Джером Пауэлл в последнее время довольно часто говорит, что высокие процентные ставки – это надолго. Вот в недавнем заявлении это опять прозвучало. В связи с этим глобально давление на экономику и котировки акций продолжится. Но уверенно заявить, что это давление выразится именно в снижении индекса, я пока что не готов. Участники торгов явно хотят покупать сейчас, к тому же речи представителей финансовых властей порой быстро меняются по своей направленности с негатива на позитив. Конечно же будут смотреть на инфляцию, рынок труда и слушать руководство ФРС. Все как всегда. Эти данные и заявления делают рынки живыми, волатильными. Но мне больше всего, конечно же, интересны макротенденции. Тем не менее, безработица в США, можно сказать, экстремально низкая на сегодняшний момент. Инфляция снижается пока что в рамках ожиданий. Во всем этом при желании можно найти и поводы для роста фондового рынка. На долгосрочный фундаментал, как правило, предпочитают не смотреть сейчас. В общем, такова природа рынка, мы это знаем. В принципе, мистер рынок может наплевать на фундаментал и перейти к уверенному росту. Просто это реально сложно будет сделать в условиях роста процентных ставок ФРС и снижения объема баланса от все того же ФРС. Но неадекватный рост возможен. Такое уже было не раз и длилось порой достаточно долго. Вот. И при росте, и при снижении рынка покупки акций у меня продолжатся. Естественно, осмысленные. Не тупо все подряд. Конечно, я не собираюсь обращать внимание на инвестидеи от брокеров и других блогеров. Любые инвестидеи – это опасно. Классический инвестиционный, портфельный, долгосрочный подход, он не такой, как его сейчас пытаются представить различные брокеры, блогеры, ну и другие необразованные товарищи. Если не понимаете, о чем речь, не умеете, лучше не беритесь, чтобы потом не сожалеть. Сейчас нужно грамотно учитывать риски и не покупать шлак. Лучше пройдите обучение в моей школе финансовой независимости, чтобы не терять деньги и время. Это однозначно окупится. Тем более, что сейчас там у меня пока еще действует скидка на обучение. В общем, если соберетесь обучаться, то сначала прочтите вот этот пост в Телеграме. Плохому я точно вас не научу. В общем-то, это очевидно по моей деятельности в Ютубе уже более чем за 3,5 года. Продолжаю. Теперь несколько слов про Китай. Китайский фондовый рынок красиво ушел от минимумов на риторике об ослаблении ковидных ограничений. Похоже, там реальная ситуация налаживается и с ковидом справляются. Смертность в итоге сильно не возросла после китайского Нового года, но специалисты считают, что выводы еще пока что рано делать. Однако экономика открывается, акции в общем и целом растут. Ну, правда, уже даже появились коррекционные настроения на растущей геополитической напряженности Китая и США, которая усилила опасения по поводу новых технологических санкций в отношении китайских компаний. В общем, не все здесь так просто. Будем наблюдать дальше. Так, про Европу я сегодня пропущу. Там несколько улучшилась ситуация с экономикой, но высокая инфляция продолжает давить. И процентную ставку они тоже повышают активно, что, как вы понимаете, не улучшает экономические перспективы, во всяком случае, в ближайшем будущем. И энергетический кризис пока что здесь далек от завершения, хотя газ подешевел уже очень заметно. Далее, давайте лучше перейдем к российскому инвестированию. Посмотрим российские новости и экономические процессы, так или иначе влияющие на фондовый рынок. Но сначала приглашу вас в свой основной Телеграм-канал, там вы не пропустите мои видео и сможете прочитать тексты и посты на темы, которые не подходят по формату для видеороликов. Особенно это актуально в свете скорого предполагаемого закрытия Ютуба или осложнения его работы в России. Но подписывайтесь на Телеграм осторожно, чтобы не нарваться на мошенников и созвучные каналы. Подписывайтесь только по моей ссылке, она внизу в описании к видео. Итак, смотрим график индекса Мосбиржи. Видно, что индекс все-таки вылез из боковика и полез-таки вверх. Тому виной в основном брокеры и некоторые эксперты, которые пытаются разогнать рынок без фундаментала. Хотя, казалось бы, уже совсем очевидны проблемы даже с бюджетом. Его приходится пополнять за счет роста налоговой нагрузки и продажи юаней из ФНБ. Добавились проблемы с российскими нефтепродуктами. Прошло заявление о том, что Россия собирается снижать объемы добычи нефти. Доходы от нефти нам стараются сократить. И это получается, к сожалению. С газом постепенно будет проявляться такая же тенденция. Надеюсь, это очевидно. Причем эти доходы снизятся обязательно, даже если России удастся таки переориентировать весь отказной объем нефти, газа и нефтепродуктов, предназначенных для Европы. Доходы снизятся как минимум из-за роста логистических и иных издержек. И, естественно, из-за вынужденных беспрецедентных скидок на энергоносители. Вот про это забывать точно не стоит. Дополнительно, вот совсем недавно стало известно, решили надавить пошлинами на алюминиевую отрасль России. Думаю, что этим всем перечисленным санкционное давление на экономику России не ограничится. По моему базовому сценарию, даже если санкции не усиливали бы, например, с этого момента, то давление на экономику России все равно возрастет из-за уже введенных ограничений. Аккумулирующий эффект проявится. Полная адаптация наступит у нас не скоро. Речь идет об экономической валютной адаптации, да и уровень жизни в стране может поменяться в плохую сторону. Уже меняется. И здесь тоже придется адаптироваться. Вот. Про решение поставки ЦБРФ у меня была исчерпывающая публикация в Телеграме, поэтому здесь я не буду повторяться. А добавить хочу следующее. Из-за нефтяных пертрубаций акцент внимания уже смещен в сторону валютного рынка. Курсы валют растут даже на фоне увеличения объемов продаж юаней из ФНБ. И вот как раз по курсу доллара и другим валютам, если интересно, рекомендую посмотреть довольно подробный ролик, обложка на экране, смотрите, у вас сложится общая картина по происходящему и будущему курсу образования. А я продолжаю. Ранее много раз повторял, что текущие уровни цен российских акций не подкреплены реальным фундаменталом. Говорю об этом часто, обоснованных глубинных причин для роста российской экономики и фондового рынка нет, но рынки совершенно не всегда придерживаются фундаментальных оценок и логики. Поэтому общий российский рост вполне может продолжиться и без фундаментальных причин, просто на эмоциях, на какой-то надежде. Он даже может усилиться, если по геополитике появится хорошая перспектива. Именно поэтому я продолжаю покупать акции на российском рынке даже на росте, даже осознавая, что фундаментал остается негативным. Конечно же я покупаю и на росте, и на снижении. Покупаю осторожно, но на росте я делаю это просто чуть реже и чаще отдаю предпочтение фондам. Это все очень хорошо видно на моем втором закрытом телеграм-канале. Я уже несколько раз так проходил кризисы с уже проверенной тактикой покупок. И в итоге инвестиционный капитал потом в посткризисное время ускорял свой рост. При этом, конечно, я следил и за рисками, и естественно за диверсификацией. То есть положительный результат инвестиций в долгосроке у меня будет достигнут при гораздо меньших рисках, чем у подавляющего большинства псевдо-гуру инвесторов в ютубе. И тому же есть конкретное подтверждение. Капитал растет, последние ролики с обзорами портреля и дивидендной зарплаты тому подтверждение. Реально рекомендую не соваться на фондовый рынок без достаточных знаний, которые вам не смогут дать ни брокеры, ни трейдеры. Они не заинтересованы в выдаче вам правильных знаний, и в действительности их совершенно не интересует ваша прибыль. В общем, сначала нужные и важные знания, а потом инвестировать. Это очень важно. А на сегодня все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами все сложного процесса.